В числе и Министерство обороны, они пережили трансформацию еще и до Януковича, скажем так, в какой-то мере негативную, особенно когда началась своего рода коммерциализация деятельности СССР-безопасности, где-то там в районе 2099-1998 годов. Но самые драматические события произошли, начиная с 2010 года. Мы знаем, когда министром обороны стали люди из России, в том числе и министр обороны Саламатин. Кстати, о нем сейчас уже журналисты раскопали, где его дом, по соседству с каким-то генералом СССР в Москве и так далее. То же самое происходило и Служба безопасности, но самое главное, что за это время, то есть за приблизительно 3,5 года, практически команда Януковича, кроме того, что были назначены на руководящие тесты 100% люди, так сказать, пророссийского, не только пророссийского, а подконтрольные, я бы сказал, назначенные российским структурами, произошли практические вторжения в управленческий сектор, в управленческую сферу. Это то, что я знаю досконально, это Служба безопасности и Министерство обороны. Правда, и Совет национальной безопасности практически превратился в такой своеобразный инструмент подготовки разгона Майдана, и практически оттуда шло управление. Кроме того, что участвовало и Служба безопасности, и кровавые события на Майдане. Таким образом, вторжение, которое произошло через кадры, произошло через своего рода так называемое сотрудничество. В результате закончилось это тем, что практически российские спецслужбы взяли под контроль и Министерство обороны, и Службу безопасности. Для этого сейчас уже есть достаточно много.